Так большое количество людей, которые воспринимали вас плохо, они могут создать ментальный слой и вы в дальнейшем будете воспринимать себя тоже плохо. Эти листочки накрывают человеку уши, сзади затылок и спереди закрывают его лицо. В случае, если это продолжается, то ночью, когда вы ложитесь спать, человек начинает проявлять природу, как будто его тело стебелек, а четыре лепесточка начинают шевелиться и подниматься вверх, создавая вибрацию и сбрасывая вот эти ментальные сети с человека, которые в виде лохмотья впадают вдоль человека и отслаиваются от него. После того, когда эти ментальные сети отслаиваются, то эти ментальные сети создают процесс слияния и образуют общее информационное поле Земли. Об этом писал когда-то Эдгар Кесси в хрониках Акаши. В нашей школе существуют методы, которые позволяют очистить ментальные слои. Над ментальным слоем, который днем выглядит как полумесяц над головой, находится телопричинное тело. Оно небольшого размера, обычно не больше 50-70 сантиметров. В нем находится программа абсолютно счастливой жизни человека. Так вот, для того, чтобы эта программа сработала, у человека должен пройти тон его сознания через его вторую чакру, шестую чакру, после этого седьмую чакру и выйти в это телопричинное тело. Но обычно в обыкновенной жизни у людей этого произойти не может, потому что обыкновенные люди очень плотно связаны между собой ментальными слоями. Обыкновенный человек, у которого нет построенной второй чакры, неправильно построена четвертая чакра, разорвана четвертая чакра, человеку, у которого неправильно двигается энергия, у него нет никакого шанса, находясь в социуме, не предаваясь ретритам или даже пытаясь духовно над собой работать и проживая среди людей, нет никакой возможности стать высокодуховным реализованным существом и никакой возможности стать яснослышащим, ясновидящим или еще каким-либо существом. Именно для этого была выработана специальная система, которая помогает человеку перебороть или сжечь ту информацию, которая идет к человеку и которую он не заслуживает. Таким образом, когда мы живем, вот это выглядит так. Мы, допустим, человек высокодуховный, мы хорошо себя чувствуем и у нас правила такие, мы хорошо разговариваем, не используем матов, у нас принципы жизни, мы скромные и так далее. И мы попадаем в общество, где находятся люди, которых никогда не обучали так себя вести, в общество зэков или в общество диких людей. Скажите, если мы с ними проживем 10 или 15 лет, то это нас может сделать такими же? Давайте я отвечу, да. Дальше. Вот смотрите, мы живем в городе, в котором все болеют туберкулезом. И мы в этом городе живем, и мы одни здоровы. Вот после того, когда мы живем долго, у нас есть шанс быть здоровыми людьми? Нет. Так вот, то, что я строю вам котлы сублимаций, ваджарные котлы, делаю что-то с вашим сознанием и работаю в дальнейшем с вами вот таким образом через свои ступени, это то, что делает вам прививку. То есть вы получаете прививку. Именно поэтому ученики школы, пройдя первую ступень, пройдя четвертую ступень, ключевые, шестую и седьмую ступень, в дальнейшем говорят такие слова. Андрей Андреевич, вы представляете, у меня мир поменялся, жизнь поменялась, я совершенно по-другому начинаю чувствовать себя. Окружающие люди по-другому относятся, близкие люди по-другому относятся. Вопрос, почему? Теперь вы понимаете, почему это происходит. Потому что весь мир устроен так, чтобы давать вам ту энергию или те вирусы, в котором этот мир находится. То есть человек может родиться необидчивым, но находясь среди людей, где есть 90-100% потенциально обижающихся людей, этот человек не может быть необидчивым. Конечно, такой социум, он может влиять на такого человека. Естественно,